Добрый день, уважаемые зрители! Веселая история с привлечением к административной ответственности информационного агентства «Наш Мир» продолжает обрастать все новыми подробностями. В этом видео в описании будут ссылки на предыдущие материалы и статьи этой абсолютно абсурдной, дикой истории. Вкратце в двух словах напомню, о чем идет речь. Я представил документы, что Роскомнадзор Брянской области сфальсифицировал протокол об административном правонарушении редакции, ее обвинили в нарушении неких правил выпуска средства массовой информации. Ничего этого не было. То есть в материалах дела я там показываю три скриншота якобы нарушений на одном из них, это все посторонние ресурсы, схема проезда к нашей редакции. На другом поздравление мое лично редакции Брянск-ТУДЭ с днем рождения издания. На третьем вообще ничего нет, никакого упоминания ария наш мир и в чем-то нарушения вообще никто рассказать не удосужился нам. Вот опять же дальше втихаря без всякого уведомления редакции и не дожидаясь обжалования вот этого сфальсифицированного, на мой взгляд, протокола суд мировой 12 участок советского района, не уведомляя редакцию о том, что вообще рассматривается дело, вынес постановление, решение признал нас виновными. Вот это постановление. Прошу обратить внимание, что все это в подлиннике, это важно. То есть, видите, они прошиты, пронумерованы. Но постановление оно шикарное, то есть меня вместо той статьи, по которой меня обвиняли, а именно часть 1-й 13-21 КОАП, значит, они такие красавцы, что постановили, вот, это подлинник постановления признать меня виновным в части 1-й статьи 12-34 КОАП. Вот, прям я показываю, где палец. И вот вы видите, здесь все прошито, пронумеровано судом. Это нарушение неких правил надзора за строительством мостов, дорог, еще чего. Вот, значит, после того, как первая программа на этот счет вышла, они в феврале спешным порядком выпустили некий документ с исправлениями. То есть, этот документ называется «Определение от 15.02». Здесь тоже я сейчас покажу подлинник. Они признали, вот он, подлинник, они признали меня виновным теперь уже в части 1-й статьи 12-34. Ну, то есть, вместо 12-34, в части 1-й статьи 13-24. Это умышленная порча телефонных аппаратов. То есть, вот это театр абсурда. Это такие, значит, вот это все, кстати, подлинники. Вот из суда все это высылалось. Дальше, прочитав, что они написали, следующее определение мне пришло. От 20 февраля 2019 года. То есть, все так же с печатями живыми, с подписями судей. Теперь опять уже мою вину поменяли с 13-24 на 13-21. Вот, это все вот работа наших судов. Далее, естественно, мы подали апелляционную жалобу. Здесь подлинник тоже присутствует. Вот она. Вот решение суда апелляционной инстанции. Судят меня все время одни и те же судьи. Отводы никто не принимает. Опять же, я показываю, что это подлинник решения, которое официально в адрес редакции суд выслал. Вот оно. Смотрите. С живыми синими печатями. Вот видите, оно прошито, пронумеровано судом. Значит, я собрал все это великолепие и отправил надзорную жалобу в областной суд. Я уже сталкивался с этим. У нас областной суд настолько крут, что требует, чтобы к любой жалобе прилагались именно подлинники судебных решений. Копии они не рассматривают. Почему мне необходимо было обратиться в надзорную инстанцию? Потому что требования европейского суда по правам человека таковы, что я должен израсходовать все данные мне законом возможности для отстаивания своих прав и законных интересов на территории Российской Федерации только после этого обращаться в Европейский суд по правам человека. И вот я беру, собираю все подлинники документов, прикладываю вот к этой надзорной жалобе, вот видите, и отправляю в областной суд. Значит, областной суд получает это все. И вот тарарам мне, в принципе, правда, достаточно быстро. Вот, кстати, это мой конверт, а вот их определение вот в таком конверте фирменном отсюда пришло. Вот первый лист показываю, опись и тарарам. Значит, вот определение. Суд возвратил жалобу без рассмотрения. И по какой же причине? Значит, вот определение о возвращении жалобы без рассмотрения заместителя председателя суда Андрусенко, М.А. Вот он вернул. И вот тарарам я читаю, статья. Значит, по какой причине мою жалобу вернули? А причина следующая. То есть, ни одно из этих судебных решений, оно не оформлено надлежащим образом. Он тут перечисляет все нарушения, которые допустили и мировой участок, и районный суд в оформлении вот этих судебных решений. То есть, вот он перечисляет. В соответствии с пунктом 1.2.3 ст. 34 КОАП РФ к жалобе на вступившую в законную силу постановление по делу об административном нарушении, должна быть приложена копия постановления по делу об административном нарушении, копия решения по результатам рассмотрения жалоб, если таковые решения вынесены. Копии судебных постановлений должны быть удостоверены подписью судьи, скрепленной гербовой печатью суда, прошитой и пронумерованной. Но это я вам показывал, это все есть. Кроме того, они должны содержать отметку о вступлении судебного постановления в законную силу. В нарушении этих требований к жалобе приложено светокопие постановления мирового судей судебного участка номер 12 Советского судебного района города Брянска 21 января 2019 года, которое незаверено надлежащим образом, отсутствует замерительная надпись указанного мирового судебного участка. В силу части 3, 30.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, жалоба, протеста возвращаются без рассмотрения. Таким образом, она подлежит мне возврату и так далее. Как это вообще может быть? То есть, суд советский не может даже оформить, вот после, сколько там уже я сбился со счета попыток, свое судебное решение, я вам показывал все подлинники печати, вот все это есть. И самое интересное, областной суд не к ним принимает меры и вообще всю вот эту билиберду, которую они тут создали с множеством ошибок и все вот это безумие, не принимает, не наказывает этих судей, вообще не лишает их статуса судей, а мне возвращает жалобу. Потому, что их суды не в состоянии оформить свое решение должным образом. Я еще раз показываю. То есть, значит, здесь не хватает каких-то печатей суда, каких-то отметок и так далее. Хотя я все это получил совершенно законным путем, суд мне это вывел со своими синими печатями. Вообще, куда нас загоняют? То есть, проще говоря, суд одной инстанции отказывается рассматривать мою жалобу, потому что суд предыдущей инстанции выпустил Фелькину грамоту. Вот это вот если перевести проще. И что я должен делать? Да, я естественно сейчас обращусь в коллегию судей, потребую принять меры к мировому участку, который с третьего раза смог без ошибок напечатать статью хотя бы. Но вы понимаете, что здесь речь идет, в общем-то, об административном деле. А вы же понимаете, что они точно так же и по уголовным делам судят. Ну и вообще мне непонятно совершенно позиция областного суда. Это что такое? То есть, если ваш суд выдал мне документы судебные с синими печатями, неправильно оформленные, так вызовите их на ковер и разбирайтесь с ними. Почему вы отказываетесь рассматривать мою жалобу? То есть, сейчас я подготовлю, естественно, на жалобу. Театр абсурда продолжается. Значит, я сейчас буду обращаться в коллегию судей. Ну и настаивать все-таки на рассмотрение этой жалобы. Ну и если уж мне ничего не получится добиться у нас, ну что меня не удивляет, это будет третье мое дело в европейском суде по правам человека. С чем я всех нас и поздравляю. Вот так.